В какой-то момент я вдруг начала сама писать сказки, и сегодня прочитаю вам свою сказку, которая называется Литти-светлячок. Одним теплым летним вечером, когда солнце уже клонилось к горизонту и дневная жара сменялась вечерней прохладой, дедушка по обыкновению наливал полную кружку вкусного горячего чая. Обычно в это время наш сосед зажигал свой маяк, улыбаясь в усы, сказал дедушка. Помнишь, Литти, как ярко он светил? Конечно, дедушка, мальчик поглядел в окно. После того, как смотритель маяка уехал, больше некому включить фонарь. Может быть, в маяке теперь поселилось привидение. Разве ты веришь в привидение? Удивился дедушка. Не очень засмеялся Литти. Но я так хочу пойти и посмотреть. Можно? Я даже зонтик возьму, радовался мальчик. Думаю, привидения должны бояться зонтов. Всем известно, что они носят белые простыни и всюду берут с собой цепи. А тот, кто носит простыни и цепи, совсем не любит сырости. Ох, чего придумал! А сам-то ты не забоишься? Засмеялся дедушка, помешивая чай. Когда ты был маленьким, то даже букашек боялся. Я ни за что не испугаюсь, мотал головой Литти. Взяв с собой большой старый зонт и фонарик со свечой, он зашагал прочь от дома по тропинке, ведущей к берегу моря. На плечи Литти накинул дедушкин клетчатый плед. Ведь, как известно, у моря всегда ветрено, а настоящему герою необходим плащ. Солнце висело над горизонтом, окрашивая редкие облачка в малиновый цвет. Дедушка долго еще стоял на крыльце, пока мальчик совсем не скрылся из виду за поворотом тропинки. У самой воды на камне сидела мокрая и несчастная мышь. Она горько плакала, вытирая лапками глаза. — Что случилось? — спросил Литти. — Кто тебя обидел и как тебя зовут? — Меня зовут Мышь, просто Мышь, — схлипнула она. — Я жила на отличном большом корабле. Там было много зерна, всегда тепло и сухо, и за всю мою жизнь там мне не встретилось ни одной кошки. Но кораблик разбился о рифы, все зерно утонуло, и теперь мне негде жить. Я промокла, замерзла, и у меня нет дома. Она зарыдала еще сильнее, и на ее усах повисли слезы. — Пожалуйста, не плачь, мышь! — пожалел ее мальчик. — Меня зовут Литти. Хочешь, пойдем со мной? — А куда ты идешь? — спросила мышь и тут же перестала плакать. — Я иду включить свет в маяке и прогнать привидение, если оно там поселилось. Ведь именно из-за того, что не горит фонарь, и разбился твой кораблик. — Хочу, хочу пойти с тобой! — вскочила мышь и принялась воинственно размахивать лапками. — Ух, и задам я этому привидению! Будет знать, как топить мое зерно! Вскоре они пришли к маяку. Он был такой огромный и такой высокий, что, казалось, упирался в самое небо. Взошла луна и осветила красные и белые полоски на башне. В самом маяке было очень темно. — Эй, привидение! Если ты здесь, выходи! Мы тебя не боимся! — выкрикнул Литти, заглядывая за дверь в пустоту. Но там была только тишина, паутина, куча старого хлама и большая винтовая лестница наверх к фонарю. Ни звука, ни шороха. Да тут пусто! И вдруг они увидели привидение! — Помогите в ужасе! — закричала мышь. — П-п-привидение! Что делать? Литти выхватил зонт, словно саблю, и распахнул его навстречу призраку. Зонтик был таким старым, что из него вылетело огромное облако сизой пыли. И тут привидение как чихнет! — Не нужно так кричать! — раздались два тонких голоска. — Вы зачем пришли? На пыли или тут? — Кто вы такие? Откуда? — А вы кто? — удивился Литти, складывая зонт. — Мы светлячки, мы живем в маяке! И вправду, вместо привидения в воздухе парили два толстеньких светлячка. Они были одеты в яркие красные кофточки и зеленые ритузы, кутались в старый рваненький плед и выглядели очень сердитыми. — Извините, я не хотел вас напугать! — смутился Литти. Дедушка сказал, что в маяке погас свет после того, как уехал смотритель. А я подумал про привидение. — Вздор! Никакого привидения тут нет! Привидений вообще не существует! Это все сказки! — сказал что мы светили. А теперь нас осталось только двое, и света не хватает. — А куда же делись остальные светлячки? — удивленно спросила мышь. — Однажды их унесло ветром, и они заблудились в лесу, — ответил второй. — Мы хотели пойти их искать, но нам нельзя оставлять маяк без присмотра. К тому же мы очень замерзли. — Вот, возьмите мой плед и погрейтесь у фонарика, — сказал Литти, снимая свой геройский плащ. — А пока будете греться, расскажите, куда следует идти, чтобы разыскать ваших братьев-светлячков? — Мышь забралась Литти на макушку и уселась там. Она утверждала, что оттуда удобнее всего высматривать светлячков. В доказательство этого она то и дело вертела головой и деловито топорщила усики. Покинув маяк, они направились в лес. Тем временем совсем стемнело. Литти шел по тропинке, освещая дорогу фонариком, как вдруг увидел лежащую в траве лису. — Мальчик, ты напугал меня, — вздрогнула лиса. — Что ты делаешь здесь так поздно? Ты что, заблудился? — Здравствуйте, госпожа лиса, — вежливо ответил Литти. — Нет, я вовсе не потерялся напротив. Я ищу светлячков, которых ветром унесло из маяка. Мне необходимо разыскать их. — Ах, вот как! — заулыбалась лиса. — Да, у меня есть светлячок. Забирай его. Еще один живет неподалеку, в домике, похожем на гриб. Иди по тропинке, увидишь. Она посадила светлячка в фонарик Литти и свернулась в траве меховым клубочком. — Спасибо, госпожа лиса, — поклонился мальчик. При этом мышь крепко вцепилась ему в волосы, чтоб не свалиться на землю. — Спокойной ночи, — ответила лиса. За тремя поворотами тропинки под деревьями рос большущий светящийся гриб. Литти наклонился и увидел, что из шляпки гриба торчит настоящая печная труба. Внутри этого необычного домика жил маленький светлячок, который очень любил читать. Он пригласил Литти заглянуть к нему домой через окошко, так как домик был слишком мал даже для мыши. — Я так скучаю по своему старому дому, — вздыхал светлячок, поправляя очки. Там было столько книг и все о мореплаваниях и приключениях. А здесь я читаю одни только полезные советы. — Идем со мной назад в маяк! — выкрикнул Литти, и светлячок принялся радостно бегать по крохотной комнатке, торопливо собирая вещи. Потом он поспешно запрыгнул за дверцу фонарика, и Литти отправился дальше. В высокой траве под яблоней кто-то пыхтел, топал и таскал что-то с места на место. — Это семейство ежей, — сказала мышь. — Они собирают яблоки на зиму. Давай спросим, вдруг они тоже видели светлячков? Литти забрался в заросли высокой травы и встретил там двух колючих серых ежиков. — Здравствуйте, — сказал он. — Вы случайно не видели светлячков в этом лесу? — Как же видели, — пропыхтел первый ежик. — Один живет под корнями яблони, а другой — в большой кочке осоки. Если ты поможешь нам встряхнуть несколько яблок, пока мы сходим и позовем их, мы будем тебе очень благодарны. — Конечно же, я с радостью помогу вам, — ответил мальчик. Оба ежика скрылись в траве. Когда они вернулись, вместе со светлячками их ждала целая гора вкусных яблок. Посадив светлячков свой фонарик, который оттого стал еще ярче, Литти и Мышь отправились дальше. Вдруг они услышали, как кто-то тихо плачет. Голосок прятался высоко в древесных ветвях. — Что случилось? Кто вы, от чего плачете? — осторожно спросил Литти. — Я сова, — послышался в ответ печальный голос. В дупле, где я живу, поселились светлячки. Сначала я была рада таким веселым гостям, но от их яркого света у меня стали очень болеть глаза. Теперь я не могу вернуться домой. Сижу на этой ветке и плачу. — Не надо плакать, сова, — сказала мышь. — Твой дом на этом дереве? Я заберусь наверх и поговорю с твоими гостями. Тут она ловко зацепилась за нижнюю ветку и быстро-быстро полезла наверх к дуплу, где жила сова. На порог вышли три светлячка. Двое больших и один совсем маленький. — Привет, — сказала мышь, усаживаясь на ветку. — Это вы те самые светлячки из маяка, которых я ищу? Вы разве не знаете, что из-за вас сова не может вернуться к себе домой? От вашего яркого света у нее болят глаза. — Правда? — спросил самый маленький светлячок. — Тогда я буду рад вернуться в маяк, а мои бессовестные братья пускай остаются, если им не стыдно. — Мы тоже хотим пойти, — залепетали большие светлячки. — Мы не желаем обижать добрую тетушку-сову. — Тогда живо спускайтесь с дерева и полезайте в фонарь, — скомандовала мышь, прыгая с ветки на ветку. Наконец, собрав всех светлячков, Литти и мышь вышли из темного леса на берег моря. Над ними раскинулось сияющее звездами ночное небо, а вдали уже виднелась полосатая башня маяка. — Постой, мальчик! — вдруг окликнул их голос со стороны леса. Кто-то топал по тропинке, шумно, дыша и спотыкаясь о камне. — Ох, Литти, да это же мама-медведица! — удивилась мышь. — Ну надо же! — Здравствуй, мальчик! — улыбалась медведица. — Тетушка-сова рассказала мне, что ты собираешь светлячков. Я принесла тебе одного. Мой медвежонок вырос, стал большим, смелым и теперь не боится темноты. С этими словами она расстегнула сумочку и достала из нее маленького светлячка. — Вот, держи! — Спасибо, мама-медведица! — вежливо ответили Литти и мышь. Вскоре все светлячки вернулись домой в старый маяк, и его лампа снова загорелась, указывая дорогу кораблям, предостерегая их от опасных рифов. Теперь каждую ночь светлячки танцуют и кружатся в фонарике маяка, освещая путь кораблям. Мышь тоже осталась жить с ними, ведь она отлично умеет плясать и знает множество веселых песенок. А Литти за свою доброту получил чудесный подарок. Светлячки раскрасили своими волшебными красками его старый зонт. И теперь, когда хмурится небо, идет проливной дождь и становится грустно, стоит лишь открыть зонтик, как из-под него светит летнее солнышко. За это, друзья, и прозвали Литти-Литти-Светлячок.